Здравствуйте, уважаемые коллеги! Я приветствую вас на пресс-конференции, посвященную открытию научно-практической конференции под названием «Детская художественная школа. Проблемы, опыт и перспективы». И с нами сегодня работает Владимир Гелевич Мангров, первый заместитель министра культуры Светловской области, Ирина Ефимовна Домогацкая, генеральный директор Института развития и образования в сфере культуры и искусств и дедактов педагогических наук, Максим Андреевич Раздоводин, декан факультета графика Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина, город Санкт-Петербург, и Виктор Евгеньевич Елизаров, преподаватель специальных предметов Московского академического художественного лицея, председатель методического объединения по композиции и живописи, член Союза художников России. И первым словом я передаю Владимиру Гелевичу приветственные слова участникам научно-практической конференции и о том, что делается в Светловской области для развития художественных школ для детей. Пожалуйста. Спасибо. Ну, во-первых, я хочу поблагодарить всех собравшихся, кому не безразлична судьба нашего художественного образования в России, потому что мы все понимаем, что в Ринале совсем простые и нелегкие, а художественное образование для нас всегда являлось стратегической задачей и вопросом. Спасибо вам большое. Также хочу поблагодарить журналистов, которые пришли на наше приглашение, отыкнулись и сейчас нам нужно состояться с вами в беседу. Ну, это сегодня. Сегодня первый день работы Всероссийской конференции детской художественной школы, которая посвящена и направлена для руководителей детских художественных школ, а также руководителей отделений детских школ искусств. Четвердневная программа включает в себя презентации, мастер-классы, новые столы, посвященные именно проблемам, вопросам развития образовательных программ и их воплощения в изобразительном образовании, в декоративном прикладном, искусстве, китуре и дизайне. Задействованы, что немаловажно, все уровни образования в этой конференции. Инициаторами конференции выступил наш методический центр по художественному образованию и также Институт развития образования в сфере культуры и искусства в городе Москва. Интерес конференции очень велик. Вопросы, видимо, актуальны и волнуют многих специалистов, кто связан с этой сферой, потому что число участников превышает 250 человек. Приехали они из более чем 60 городов и населенных пунктов нашей Родины Российской Федерации. Назову лишь несколько, чтобы была понятна география, откуда собрались участники. Это Самара, Астрахань, Ангарск, Глазов, Пель, Кемерово, Челябинск, Брас, Ижевск, Набережные Челны, поселок Мирная, Якутия, Омск, Саянск и Иркутская область, Тольятти, Ноярбск, Южноуральск и Петербург, ну, конечно же, и города, и поселки нашей любимой области. Сегодня конференция открывается в данном заседании, на котором будут заслушаны доклады ведущих экспертов этой области. Ну, а более подробно, я думаю, о программе и о заставляющей этой конференции расскажут мои коллеги, которыми я с удовольствием в девятом слове. Спасибо большое, Ирина Ефимовна. Я бы хотела, чтобы Вы более подробно рассказали о значении пресс-конференции, о целях, наиболее интересных событиях и вообще, как пришла идея провести ее именно в Екатеринбурге. Спасибо. Сразу много вопросов, и на всех сразу хочется ответить. Наверное, начну с последнего. Идея проведения в Екатеринбурге, но, наверное, мы не откроем Америку, что географически и исторически Екатеринбург – это действительно центр России, и так сложилось, что это действительно и культурная столица огромного региона. Поэтому, действительно, когда талантливый человек движется с Востока на Запад в своем образовании, он иногда попадает в Екатеринбург, и зачастую попадает, потому что здесь действительно сформирована огромная и сильная сеть учреждений в сфере культуры и искусства. В том числе, как оказалось, когда мы выбирали столицу проведения сегодняшней конференции, мы думали о том, что такая столица должна иметь действительно все уровни образования, чем, в общем-то, сегодня гордится Свердловская область. Посмотрите внимательно на название, на само содержание этой конференции, мы увидим, насколько широк будет спектр вопросов. Потому что, говоря о детской художественной школе, мы говорим практически о всех видах образования в этом направлении. Действительно, это изобразительное искусство и декоративно-прикладное искусство. И архитектура теперь уже и дизайн. То есть мы теперь связываем с детским образованием даже вот такое взрослое направление, которым является архитектура, да, зодчие, творцы, которые оставляют о себе, в общем, появиться на века. И мы, наверное, думаем, видим прошлое их глазами фактически. Смотрите, как это интересно, ответственно. И действительно, это широко и очень высоко, потому что это все три уровня образования будет здесь представлены. И в этом, наверное, большой смысл конференции, потому что мы хотим наконец-то на этом этапе остановиться и подумать, а что же мы все вместе делаем, каждый в отдельности. А ведь каждый в отдельности, я сегодня вот сейчас назову цифру, это обучается в этой системе образования, в художественном образовании, сегодня 350 тысяч детей в стране. Много это или мало? Наверное, для всего количества детей это не так много, но 350 тысяч детей это и родители, это и большое сообщество, которое вокруг них собирается. И ведь это не самая худшая часть нашей интеллигенции. Поэтому это действительно тот адресат и те семьи, за которыми наше будущее. И сегодня действительно это огромный социальный слой, который мы поднимаем, который мы образовываем и который, собственно говоря, потом будет вести нас в будущее. Поэтому вот сегодняшняя конференция действительно это смотр, некий смотр, с одной стороны, и собирание опыта. Потому что действительно, как мы поняли, занимаясь подготовкой конференции, действительно очень много интересного в стране. Но оно подчас не находит своего притворения, продолжения, потому что оно там и гаснет по часу творчеством каждого преподавателя. Вот не потерять это, собрать. Это одна задача. Вторая задача – проговорить вот все те проблемы, которых действительно сегодня много. Они назрели. Эта проблема касается и детского художественного образования, и профессионального образования. И не может быть качественного профессионального образования без качественной начальной ступени. И в то же время не потерять детей. Как каждому дать путевку в жизнь? У нас проблемы с кадрами, конечно. Кадровый вопрос стоит остро, и мы тоже должны его поднимать и анализировать. У нас рядом действительно профессиональное образование. Что делать, как нам дальше развиваться? Вот, наверное, самые общие такие вот задачи, которые действительно должны быть поставлены, и в какой-то степени мы должны понять, как мы будем дальше жить. И еще. Действительно хочется, чтобы эта конференция была толчком к собиранию сил, для того, чтобы мы сильны всегда, когда мы вместе. Поэтому хотелось бы, чтобы по результатам конференции, мы проговорили о том, о создании некоего большого грандиционного центра, о том, как мы будем внести свои идеи в нашему сегодняшнему, очень важному органу управления в сфере культуры, Министерства культуры Российской Федерации, который, собственно говоря, если бы не его активная деятельность, не было бы этой конференции. И очень хочется видеть в будущем действительно Свердловскую область как один, как очень важную базу, которая, вот, начиная эти процессы, она будет продолжать эти процессы, потому что вот то внимание, которым наделены сегодня образовательные учреждения Свердловской области, она практически сегодня в стране уникает. Вот я говорю это совершенно осознанно. Я очень благодарна организаторам, сразу хочу это сказать. И просто вот с такой тайной надеждой, а теперь уже не тайной, надеясь, что вот эта поддержка будет сопровождать вот эту уникальную систему, дабы она была образцом для вот нашей страны. Спасибо. Спасибо большое, Елена Екатерина. Я передаю слово Максиму Андреевичу. Расскажите, пожалуйста, почему ВУЗ принимает участие в научно-фактической конференции, посвященной развитию именно детских художественных школ? Какова миссия и как, возможно, меняется уровень поступающих за последнее время? Ну, наверное, начнем с того, что мы благодарны тому, что нас пригласили в такой формат общения, что мы участвуем в очень важном таком событии, в такой конференции, потому что, скажем, не секрет, да, мы представляем высшую ступень образования института имени Репина, он известен своими традициями, это тот самый наследник императорской академии, и многоступенчатие, которые мы только что слышали, те вопросы, которые возникают в разные периоды, они напрямую связаны и на конечной нашей точке, да. Те люди, те дети, которые выбрали себе такую профессию, они же не просто отучились, прошел какой-то период времени, это выбор на всю жизнь. То есть мы должны тоже у детей учиться тому, что мы видим, то, что мы живем, то, что мы хотим приобрести, но параллельно с этим у нас есть, конечно, какой-то и методический вопрос, методический задел, который связан и с уровнем, и с подготовкой, да, и качеством, и здесь как раз мы сегодня попробуем раскрыть более широко какие-то уже поставленные, услышанные вопросы, еще мы зададим по общей проблематике, связанные с средним образованием, и с начальной школой, вот. И получается, что сейчас время, в котором мы живем, можно назвать пройденным этапом, как это у нас, мы часто слышим, стагнация, да, когда мы находились в выживании, а сейчас мы явно чувствуем по тем ребятам, которые к нам поступают, да, что мы потихоньку начинаем заново собирать, тенить, хрупиться то развитие, которое у нас было в сильном государстве, да, не секрет, что в Советском Союзе это было очень хорошо поставлено, это очень хорошо работало, и вот тот период, когда мы выживали, очень хочется надеяться, что этот период закончился, и мы будем дальше совместными усилиями развиваться и вести какое-то общее большое дело. Спасибо большое. Илья Виктор Евгеньевич, я хотела, чтобы вы поделились своими первыми впечатлениями от приезда в Екатеринбург, от научно-нарктической конференции, и как с точки зрения практики, чем интересны это данные предприятия? Это вот интересный вопрос. Я вообще вот как-то, извините, я так вот присматриваю, смотри, вот мы представляем академическое крыло, мы так вот, я так понимаю, что мы так призваны присматривать за школой, потому что столько вольностей произошло в период, в последние 20 лет, столько нанесено в школу шлачного, вот надо школу сейчас вычищать, зачищать как-то, и все-таки, наверное, вот эта академическая основа, она должна, видимо, превалировать над всем, так сказать, измелья. Поэтому вот я думаю, что вот сейчас посмотрим, интересно, посмотрим, что будет. Мне вот ужасно интересно. Спасибо, что пригласили. Будем смотреть, что-то в коридоре встречаются, знакомые люди, потому что мы часто с Сильной Финной ездим по стране, со своими, так сказать, мыслями делимся с публикой. И вот действительно, я вот всегда слышал, что Свердловск, Екатеринбург, это такой центр, многие мои приятели учились здесь, с которыми я в этом учился, а теперь я попал сюда, и действительно, что-то такое ощущение того, что здесь очень здорово, и что здесь, как бы, культурой занимаются, потому что есть регионы, где культурой просто не занимаются. Это, в общем, как бы неприятно нам, деятелям, культуре. Ну, а дальше посмотрим, как будет, потому что надо смотреть практически. Спасибо большое. Я бы хотела, у меня есть один вопрос. Как меняется, с Вашей точки зрения, статус детской художественной школы, и как он должен меняться? То есть, какой он есть на сегодняшний момент, и какой бы вы хотели видеть его в идеале? Наверное, вопрос ко всем спикерам, кто сможет ответить. Ну, давайте я попробую, да? Вы знаете, здесь мы, когда говорим о России, да, и когда о России говорят за рубежом, то упоминают несколько брендов. Ну, не буду перечислять, но среди них, вот, академическое художественное образование – это один из брендов. И сегодня, конечно, вот мы будем действительно понимать, что для того, чтобы вот этот статус, да, держать и быть столицей мира, вот, в области художественного образования, то, конечно, не забывать нужно о детских школах, да? Статус мы действительно удалось сохранить, сохранить хотя бы, да, за последние 20 лет систему и детских художественных школ. К сожалению, не всегда они оставались и остаются юридическими лицами. Вот тенденция объединения школ сегодня нас несколько тревожит по стране. Нам хотелось бы, чтобы лицо школы и ее специфика были, как бы, она рождена детской художественной школой, она должна жить детской художественной школой и преобразовывать ее в центр, это, конечно, губительно. Поэтому сегодня вот задача вместе с размышлениями о качестве образования, это, конечно, сохранение сети статуса детских художественных школ, и школы искусств, такого, чтобы мы уже не задавали себе вопрос, будем ли мы завтра, а какими мы будем завтра. Вот очень хочется стабильности и понимания того, что сегодня детское художественное образование это достояние российского государства. Можно добавить, да, в развитии. Действительно, мы преемники по академии, да, мы преемники итальяно-французско-немецкой школы, и мы ее сохранили, и мы ее развили, превратили в русскую школу. Так вот, Европа не имеет такой школы, такой последовательной, такой крепкой, такой вот, разветвленной. И вот, действительно, этот печаль, вот эту вот, к сожалению, наша вот отрасль, так можно называть, да, есть объективные причины исчезновения. Это объективные причины. То есть развитие эпидемизма не способствует... Вот, вот, муниканты выживут, а вот, изобретительное искусство, оно, как-то, оно не такое, как бы, вот, показательное, не сразу на сцену, очень многое работается в стеллаж. Ну, не рентабельная история. То есть, совершенно, так сказать, вот... И, наверное, вот, самые лучшие времена для художников, наверное, были советские времена. Это, действительно, это было просто потрясающе, так сказать, вот... И профессия была уважаемая сейчас. Это... И вот здорово, что здесь собрались, наверное, об этом поговорим, и как-то еще раз подниму этот вопрос. Потому что здесь надо выжить. Надо выжить, что это какое-то образование. Надо устоять, а там потом посмотрим. Как президент Путин сказал, что художникам помогать не надо, а не так счастливыми. Ну, тут нужно подискуссировать на эту тему. Действительно, школа была заложена в XVIII веке лучшими европейскими мастерами. Тогда строилась не страна, а империя. А в империи все должно было быть на высшем уровне. Пригласили, действительно, из Италии, из Франции, из Германии лучших специалистов. Ну, так получилось, что этой школы там не сохранилось. И теперь из Франции и Италии едут к нам за этими знаниями. То есть мы можем на практику поехать в Италию. У нас какие-то выездные наши методические выставки бывают. Но, скажем так, конъюнктура рынка, не очень приятная, скажем так, для сравнения слова, но она очень отображается в экономическом плане. И в этом смысле понимаешь, какое актуальное и живое искусство. Ну, наверное, по этому поводу мы тоже еще поговорим сегодня. И к нам едут за этими знаниями со всего мира. Это не только Северная Америка, это и Южная Америка, и не секрет, и Восток. И то, что к нам из Японии, из Кореи, из Китая сейчас очень много едут за этими знаниями, потому что мы очень похожи где-то в каких-то позициях. У нас не только Сила Сибири сейчас в стране имеет такое, скажем, сильное направление, но и культурный обмен очень сильный. И это очень чувствуется и помогает и нам, в общем, понимание того места, где мы находимся. Спасибо большое. Раз уж заговорили о иностранном опыте, скажите, каковы перспективы развития именно научно-практической конференции? Останется ли она в Екатеринбурге? Будет ли она ежегодной? Планируете ли вы уже сейчас на этом этапе расширять географию, приглашать иностранных гостей и так далее? Ну, тоже хороший вопрос, очень так нацеленный на будущее. Но могу сказать, что, конечно, мы будем ходатайствовать и перед сообществом, и перед Министерством культуры Российской Федерации о том, чтобы эти встречи были регулярными обязательно. Может быть, формат какой-то будет разный, может быть, будут сформированы рабочие группы, которые будут работать между этими конференциями. Будет ли она ежегодной? Или будет она проводиться раз в два года? Но то, что это должно быть системой, неодноразовым мероприятием, это мы понимаем все абсолютно однозначно. И еще раз хочу повторить, что, конечно, с Екатеринбург и Свердловской области мы, конечно, будем видеть одним из серьезных организаторов и, боюсь этого слова, базой для проведения таких мероприятий. Мы будем уделять внимание культуре, тем более изобразительному искусству. И что касается конференции, что давайте сейчас посмотрим итоги, подведем, и уже отсюда будем строить дальнейшие планы. Но всегда поддержка с нашей стороны будет оказываться. Спасибо. Я бы тоже пару слов в дополнение хотел бы добавить. Это уникальный формат, скажем, характер такой встречи. Он очень живой, он очень объективный, он просто насущный. И сейчас вот конкретно мы, высшая ступень, в данном случае, очень заинтересованы в этом формате. И хорошо, когда к нам гости приезжают из других стран, но мне кажется, куда важнее подготовить именно наши отечественные регионы. Мы как-никак заинтересованы не только в гостях из-за границы, а больше всего нацелены на наши регионы. И если получится в будущем, как можно чаще, мы подумаем, как это можно было бы проводить, эту платформу, эту площадку использовать, и запустить не только, скажем, в Екатеринбурге, хотя это очень красивое, хорошее место, центральное место, действительно, не только с точки зрения географии, а истечения сил, а вот именно задействовать все наши регионы, чтобы мы могли полноценно как-то существовать и развивать. Конечно. Слово «передвижникиство» здесь, наверное, тоже имеет смысл. Конечно. Тут же еще проблема какая. Музыканты, они экстраверты, они общаются очень легко, артистично, они хорошо передвигаются, а наша профессия, она такая вот зажатая, так все по мастерским, очень так кулуарно, не общаемся, в общем. И вот эта встреча, вот здесь вот, на Урале, по-моему, это очень здорово, потому что, ну, как можно больше, надо художников растормашивать, чтобы они не купили своих мастерских, слушали друг друга, потому что художники, они такой народ самодостаточный, вот, им как бы никто не нужен, это действительно, это есть такое, как бы, вот, качество, вот, поэтому вот такие встречи, они, конечно, очень оживляют, видимо. Я надеюсь, это оживит как-то всю ситуацию. У меня есть короткий вопрос. Все-таки, Максимально-Партическая конференция подобной направленности проходит впервые в России за всю историю возможную, да? Как такая простая, логичная, на поверхности лежащая идея не была реализована раньше? Что мешало? Наверное, раньше ведь это было в Советский Олиминал, да? Просто мы забыли. Вы знаете, что я хочу, наверное, действительно, опять же, анализируя ситуацию, почему мы не собирались. Вот, Виктор Евгеньевич действительно прав, вообще, у меня образование, вот, как ни странно, стоят всегда музыканты, в теоретике обычно, да, то есть, и вот, понятно, что всегда, думая, а не думая, об образовании, они как-то все время, вот, акцент смещается, вот, действительно, к музыкальному образованию, и не случайно, конкурс, международный конкурс имени Чайковского, это... Спасибо вам большое. Я думаю, что, если у коллег будут вопросы, они к вам взять не подойдут. Я желаю вам удачи, успехов, и долгих лет времени. Спасибо. 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 Спасибо.